Всем привет! Вы снова находитесь на канале Old Dutchman и в эфире у вас дорожные заметки. Сегодня я решил вам рассказать немножечко по теме пенсионных выплат в Германии, размеры этих пенсий. Что меня натолкнуло на вот эту тему? Вот посмотрите сами. На фейсбуке в одной из групп я обнаружил вот такую вот фигню. Якобы кто-то делится жизненным опытом, но на самом деле, если мы прочитаем вот это вот объявление, мы прекрасно поймем, что это рекламная какая-то акция подростков скорее всего, не сведущих вообще ни в чем, ни в финансовых акциях, ни в операциях. Абсолютно полные нули. Объясняю почему. Написано здесь, что якобы 80-летний дед из Германии зарабатывает, вернее получает пенсию всего-навсего 3600 евро в месяц, но благодаря своим вот этим вот каким-то инвестициям имеет он свой только ноутбук, просматривает бизнес-лекции в интернете, на ютубе и благодаря этим бизнес-лекциям он сэкономил сумасшедшее состояние в 10 миллионов, а то и больше. Купил себе 10 домов. И что самое интересное, ребята, написано дальше, что он покупает себе в месяц, вернее тратит в месяц на покупку продуктов в магазине всего-навсего 5 евро. Ну, вы знаете, во-первых, что вызывает смех? Конечно же, за 5 евро в магазине на месяц ты нифига себе купить не сможешь. Объясняю. Одна буханка хлеба стоит 2,60. Пачка молока стоит евро 10. А вот теперь смотрите, хватит ли вам вот этого на целый месяц? Вряд ли. Идем далее. Человек говорит, утверждает, что этот дед 80-летний получает пенсию 3600. А вот теперь, ребята, очень интересная тематика. По статистике средняя пенсия в Германии не превышает 1300-1500 евро в месяц. Это для людей, которые всего-навсего отфигачили на производстве 40-45 лет. Вы можете себе представить вот такую вот сумму? 1300-1500 в месяц. Это плюс еще здесь будут высчитывать у нас налоги. То есть на руки человек получит, ну, скажем так, на 300-400 евро меньше. Люди получают от работав, скажем так, 45, а может, а то и 50 лет на производстве. А тут вдруг оказывается человек получает пенсию 3600. Ну, это полный идиотизм. У меня всегда складывается такое впечатление о тех людях, которые вот такую вот фигню пишут, что они просто пишут ерунду для того, чтобы подзаработать себе лишнюю копеечку. Ну, таким способом подзарабатывают себе в интернете подростки, подписываясь на разных информационных порталах, там пишут всякую ерунду. Вы можете себе представить, когда-то одна девочка, не имеющая никакого понятия в автомобилях, вообще не имеющая никакого понятия в автомобилях, вдруг начала писать для одного российского автожурнала статьи по машинам, по моторам, как чинить моторы, как прочистить карбюратор и так далее. Она абсолютно нифига не знала в этом. Ну, просто девочка подсуетилась в том, что нашла ресурсы, нашла форумы, на которых люди делились между собой опытом, у кого что как поломалось в машине, как это надо было починить и как они это починили. И девочка начала зарабатывать себе вот так пару копеек на лимонад, на куклы свои, не знаю на что. Так вот, наверное, вот эту вот статью, которую вы сейчас видели у себя, на фейсбуке написали примерно такие же вот, скажем так, корпораты, которые пытаются подзаработать немножечко процентов от выкладки различных вот таких вот глупых, непонятных объявлений в интернете в надежде на то, что найдутся люди, которые поведутся на вот эти вот якобы, скажем так, бизнес-лекции на ютубе по поводу зарабатывания, экономии денег. И, соответственно, если люди попадаются на такие лекции, то те, кто размещает эти объявления дальше, они тоже получают какой-то, ну, скажем так, процент вот этого. Небольшой процент, но все-таки получают. Так, я сейчас немножко перестраиваюсь. Сейчас я еду со скоростью 120. Ах, какой я нехороший, блин, а? Тут разрешается ехать со скоростью 100, а я еду 120. А вот едет Audi, блин, у него скорость 135. Ну, ничего, бывает. Так вот, посмотрели, да, вот это вот объявление, вот фотографию вот этого якобы старика, пенсионера 80-летнего? Поудивлялись тому, что вот действительно... Но, поймите, ребята, поймите правильно, что я это видео решил снять для того, чтобы опровергнуть вот эту вот ложь, вот эту вот клевету, которую сочиняют непонятно кто, в надежде просто-напросто набить карманы за счет доверчивых людей. За счет доверчивых людей. Пенсия в Германии средняя от 1300 до 1500 максимум. Повторяю еще раз. Для тех людей, которые на производстве отфигачили 40-45 лет тяжелого труда, вы можете себе это представить? Люди хреначили, скажем так, всю жизнь, а заработали всего-навсего полторы штуки, из этих полторы штук у них еще высчитывают налог. А тут вдруг на тебе объявление, пенсионер из Германии, 80-летний, получает 3 600. Да нет таких здесь пенсий, ё-моё, нету здесь таких пенсий. Так же, как, блин, на 5 евро, блин, хрен ты чё, блин, купишь себе еды на месяц. Вообще ни фига. Это, понимаете, это... Ну, конечно же, под этой статьей, как бы статья, это объявление идиотское. И вот под этим идиотским объявлением собралось на тот момент, когда я его записывал, куда ты лезешь ты, Чучундра, блин? Под этим объявлением на тот момент, когда я его записывал, собралось свыше 60 комментариев. Более половины из этих комментаторов, которые оставили свои реплики, уверены в правоте этого объявления. То есть, они считают, что в этом объявлении, ну, в этой статье, как бы в этом посте, написана чистая правда. Вот мы опять упираемся в один момент, когда люди от переизбытка информации просто-напросто перестают думать своей головой. Они перестают думать своей головой, они перестают фильтровать получаемую ими информацию, они просто-напросто жуют то, что им вкладывают в уши, вкладывают через их глаза в их голову и верят на все 100%, не давая отчета тому, что их могут обмануть. Или таким образом, если они посчитают, что, блин, а там ведь действительно, смотри, какие там они богатые, эти немцы, блин, у него пенсия там 3,5 штуки, а он живет на 5 евро в месяц, о, конечно, он сможет, блин, и в Африку ездить в отпуске, куда угодно, понимаете? Вот о чем это, вот это о чем. О том, что из-за переизбытка вот этого потока информации, ложной, иногда, может быть, правильной, люди просто перестают осмысливать окружающее, люди перестают понимать, где правда, а где ложь. Поэтому, ребята, у меня будет к вам просто единственная просьба, как говорят тут немцы, апель. Когда вы читаете такие посты, публикации, вот, восхваляющие кого-то так вот, типа, вот он такой умный, вот он так научился экономить, вот то, вот все, и по факту оказывается там подоплека, что вот он посещал какие-то бизнес-лекции на Ютубе, естественно, спросите автора этого поста, а что за лекции? И вот тут вы начинаете попадаться на удочку. Но, когда вы читаете такие публикации, пожалуйста, прежде чем начинать верить хотя бы в половину того, что там написано, осмысливайте то, что вы прочитали. Потому что обмануть сегодня человека очень легко, очень легко, из-за переизбытка информации, которая идет сплошным потоком, не давая человеку осознавать происходящее вокруг него. Вот и все, что я вам хотел сегодня сказать, ребята. Ну что ж, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, если вам это видео понравилось, свой комментарий. Ну и, конечно же, не забудьте, не забудьте о том, что много людей есть в интернете, которые до сих пор пытаются вас обманывать. Всем удачи, пока!